У этих людей судьба каждый день испытывает на прочность и профессионализм. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, самопожертвование и сострадание чужому горю – главные качества работников пожарной охраны. И сегодня поздравления принимают те, кто связал свою жизнь с благородной профессией. Особая признательность ветеранам службы, которые сегодня делятся бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в вашей нелегкой службе, уверенности в завтрашнем дне. Глава муниципального образования города Анапа Юрий Федорович Калеков. Благодарности от главы города и главного управления МЧС. Почетные грамоты от Совета муниципального образования, медали, нагрудные знаки. Всего наград были удостоены порядка 50 человек. Среди них не только огнеборцы, но также инженеры, водители, делопроизводители, спасатели. Особое внимание ветеранам пожарной службы Людмила Бурнайкина посвятила работе по противопожарной безопасности почти 40 лет. Буквально с завтрашнего дня она уходит на заслуженный отдых, но со структурой не прощается. Будет возглавлять Совет ветеранов пожарной службы. Анатолий Маврин также в профессии не один десяток лет. И сегодня, как и многие другие ветераны, получает медаль «Пожарная охрана России». Спасание людей – это же благородно, это же чудесно, когда люди попадают в критическую ситуацию, не знают, что делать. И когда сильная рука пожарного приходит на помощь. Высокую оценку работе Анапского пожарно-спасательного гарнизона дает и высшее краевое руководство. Прошедшие недавно в поселке Актырском краевые учения пожарных показали, что наши огнеборцы – одни из лучших. Все подразделения понимают, что в зоне их ответственности огромное количество и мест отдыха, и здравницы, где отдыхают дети со всей России, приезжающие со всех регионов и ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому зона ответственности очень велика. И, соответственно, профессионализм они оттачивают и на учениях, и ежедневно выполняя свой долг в защите Анапо-Анапского района. Пожелать хочется крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия. И чтобы, как мы говорим, с сухих рукавов меньше работы и больше отдыха. Весь вечер со сцены звучали поздравления и слова благодарности. Творческие коллективы курорта подарили свои лучшие номера. Завершилось чествование пожарных гимном МЧС, который исполнил коллектив «Дорога добра». Руслан Душевский. Анапа. Регион.